Продолжение следует... ...до сих пор нет. Ни НАТО, ни ЕС, ни мониторинговая миссия ОБСЕ, ни журналисты, в том числе представители западных СМИ, российских солдат на Украине не видели. Даже местным жителям в век цифровых технологий не удалось заснять их на мобильные телефоны. Стоит отметить, что президент Порошенко не в первый раз говорит о российских солдатах на востоке Украины, однако цифры называет разные. Около трех недель назад он заявлял, что в Донбассе действует 9 тысяч российских военнослужащих. Однако с тех пор группировка войск, по его словам, выросла до 200 тысяч. Прирост составил по 10 тысяч человек в день. Серьезное наращивание сил, заявляет президент Украины. По ситуации с 200 тысячами наемников, которые сосредоточены на территории Украины, и о которых рассказал Петр Алексеевич Порошенко, о том, что Путин сосредоточил на территории Украины 200 тысяч наемников на маленькой территории, я молчал ровно в сутки, потому что я ждал. А почему я ждал? Потому что администрация президента, ТСН сказала, что, мол, Порошенко такого не говорил, а итальянское издание «Карьера Делосера» переначало его слова. ТСН. В 15.11 президент рассказал о 200 тысячах вооруженных наемниках. Порошенко ошеломил впечатляющим количеством боевиков. И здесь же его цитата. Сегодня по приказу Путина на территории нашей страны находятся 200 тысяч человек. Танки, самолеты и все такое прочее. Через два часа. Это же ТСН. В пресс-службе президента объяснили интервью президента. Разъяснили. Истолковали. Не заявлял о присутствии 200 тысяч боевиков. Президент имел в виду общее военное присутствие, сосредоточенное и в пределах Украины, и вблизи ее границ. Так вот, представим себе ситуацию, когда итальянское издание, очень уважаемое издание, переначало слова целого президента. Что произойдет? Конечно же, с итальянским изданием свяжутся, и они эти слова переделывают опять. Ну, сделают как надо и извинятся. Однако, они не извинились. Потому что на сегодняшний день в карьере Даллсера написано то же, что и было написано вчера. 200 тысяч сосредоточено на нашей территории. На нашей территории. 200 тысяч. Вот так вот это выглядит сейчас. Наша территория. 200 тысяч. Наша территория. 200 тысяч. Ну, для понимания, что такое 200 тысяч, Бундесвер насчитывает 180 тысяч бойцов. Получается, что Порошенко соврал дважды. Ну, потому что, если бы он не соврал, тогда было бы очень просто доказать его правоту. Потому что, ну, можно было бы попросить итальянца выложить полную запись, правильно? И итальянцы сейчас, если бы администрация президента начала слегка давить на это издание, карьера Даллсера, они бы выложили просто запись, которая бы сняла все вопросы, расставила все точки над «и». Президент Петр Алексеевич Порошенко соврал. Ну, его начинает нести, когда он общается с иностранными журналистами. Он почему-то думает, что это украинские журналисты, которые скушают любую чепуху. Но здесь не получилось. Его понесло, но не получилось. Потому что весь мир смеется, весь мир смеется. А в прошлый раз, когда он соврал, когда я помню, когда он так масштабно соврал, это была разбомбленная российская бронеколонна, которая вторглась на территорию Украины. Я тогда спрашивал, а где она? Но никто из украинских журналистов мой вопрос не ретранслировал для президента. В этот раз смеется весь мир. Ну, если бы в прошлый раз поймали на лжи, этой бы не было. Он бы следил за языком. Вот так вот.